Знакомство с округом Игорь Орлов продолжил в поселке Красное. Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области посетил первую в населенном пункте аптеку, которая готовится к открытию и школьной новострой. Амбулатория в Красном – одна из новых в округе, а значит, учреждению есть чем похвастаться. Новые кабинеты полностью укомплектованы современным оборудованием, горячая холодная вода, необходимые помещения. Руководитель учреждения назвал только кадровую проблему, характерную всей системе здравоохранения округа. В частности, в амбулатории свободна ставка стоматолога. По мнению Ивана Баранчика, сегодня врачи ждут от работы в селе подъемные деньги, которые учреждению в современных условиях добыть очень сложно. У нас доехать с горла сюда не проблема. Есть жилье служебное, есть жилье, есть возможность. Просто стоматологи вот этим вот поражены проблем и проблематично. Но это тоже пройдет, сейчас пройдет. Стоматологи в Красное все же приедут после перехода амбулатории в филиал поликлиники Заполярного района. Каждые три месяца в поселке будет работать один из четырех районных специалистов. На встречу с населением жители задавали вопросы и про других врачей. Игорь Орлов напомнил, архангельские учебные заведения всегда готовы принять окружных абитуриентов. Мы сегодня в Архангельской области создали систему целевого набора врачей. Очень хотелось бы, чтобы, если у вас есть молодые ребята, которые хотят учиться, девушки и получать медицинское образование, вот через Игоря Викторовича, у нас есть специальная система целевого набора специалистов для северных территорий, вообще не только Архангельской области, Невинского округа, вообще в целом. Надо учить своих. Показали гостям и новую аптеку. Ее должны открыть в сентябре после получения необходимой лицензии. До сих пор за лекарствами жители поселка ездили в Наренмар. Следующей остановкой стала школа. Руководитель подрядной компании ЛЕРО Роман Мазгалин провел экскурсию по новострою. В здании еще идут ремонтные работы. Когда реально сдадите? Сентябрь месяц. Сейчас работы все заканчивают. На улице мы работы закончим в первом сентябре. Думаю, что внутри помещения то же самое. Визит в Красное делегация завершила посещением цеха по переработке оленьих шкур. Кооператив ХАРП стал первым в округе хозяйством, использующим вторичное сырье. Благодаря ассоциации Ясавей удалось найти закупщика шкур. Финский завод Лапинакка. Теперь после забоя шкуры засаливают в специальном барабане и отправляют закупщику. Только за этот год финны приобрели в округе 14 тысяч оленьих шкур. Они пополнили бюджет хозяйства на 24 тысячи евро. Один экземпляр, выделанный по европейским стандартам шкуры, подарили высокому гостю.